Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов и сегодня мы с вами займемся прожаркой Эйнштейна. Невозможно решить проблему на том уровне, на котором она возникла. Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий уровень. Сказал однажды Альберт Наш Эйнштейн. Эту формулировку очень любят использовать тренеры по личностному росту. А тут я задумался, а что если посмотреть на проблему, спустившись ниже ее на один уровень? А если на 2? А если предположить, что у нас не одно измерение, в котором есть только один вектор, снизу вверх. И на проблему можно посмотреть не снизу или сбоку, а слева или справа. А если у нас не два измерения, а три? А если четыре? Что мы оттуда увидим? Необычное решение? Мы увидим, что это не проблема? Может быть мы увидим другую проблему? Может быть мы увидим другое решение другой проблемы? Или мы увидим другой способ решения других проблем? А может быть мы увидим там одобрительно улыбающегося нам Бога? Поясню свою мысль. Мы всегда считаем, что следующий уровень это по умолчанию хорошо. Ну хорошо. А чем хорошо? Вот, например, человек. Следующий уровень после эмбриона, да, это новорожденный. От новорожденного младенец. От младенца ребенок. От ребенка подросток. От подростка зрелый мужчина. А, например, следующий уровень после зрелого человека это старик. Стариком быть лучше, чем зрелым человеком? А какой у нас уровень после старика? Покойник? Понятна мысль? Следующий уровень более сложный. Разве повышение сложности способствует решению задачи? А раз так, то понизить уровень для того, чтобы отбросить лишнее и посмотреть на проблему с другой точки зрения, может быть более продуктивно. Теперь давайте рассмотрим какую-нибудь конкретную ситуацию. Например, у человека возникает проблема. Кто я такой? И на этом уровне решить ее невозможно. Эйнштейн прав. Вы можете сколько угодно ходить и мучиться этим вопросом. Кто я такой? Решение, само собой, не придет. Можно подняться на уровень вверх. Что у нас вверху уровня я? Правильно, миссия. Если мы считаем, что человек является частью некой системы, неважно, общество, страны, вселенной, то у него должна быть какая-то задача, какой-то долг по отношению к этому целому. Можем ли мы изменить этот долг? Ну, представьте, что вы солдат, а вселенная это генерал. Генерал дает вам команду. Можете вы сказать, нет, мне эта команда не подходит, дайте мне другую. Очевидно, что нет. Вы не можете выбрать другую миссию. Вы можете только максимально точно определить эту команду, найти способ ее выполнения и выполнить ее. И именно это выполнение команды сделает вас наиболее полно реализованным я. Если вы точно понимаете свою миссию, все в порядке, идите работайте. А если вы ее не знаете или сомневаетесь, вспомните анекдот про передайте соль. Как понять, что является вашей миссией? Нужно спускаться на другой уровень. Ценности. Что для вас важно? Навыки. Что вы умеете и знаете? Действия. Что вы делаете? Какие у вас привычки? Окружение. Где вы живете? С какими людьми вы состоите в тех или иных отношениях? И тут сразу появляется огромное количество вариантов. Все эти уровни это детекторы, с помощью которых вы можете себя исследовать. Если вы не знаете, кто вы такой, спросите себя, кто вас окружает? Что вы делаете? Какие у вас есть навыки и знания? Что для вас важно? И только после этого спросите себя, кто вы такой? И может быть тогда вы и поймете, что является вашей миссией. Я думаю, догадливый зритель уже минуту назад сказал про себя слово «дилц». Ты прав, догадливый зритель. Жму тебе руку. Якорю, триггерю. Это правильное слово. Короче, резюмирую. Если у вас возникла проблема, не всегда для ее решения нужно подниматься на следующий уровень. Альберт Эйнштейн в данном случае ошибался. Иногда имеет смысл спуститься на уровень или даже на два уровня. Я Александр Молчанов. С вами все в порядке. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!